Музыка Господа, сегодня мы на телевидении, пригласили на телевидение профессора Насырова Дамира Руслановича, который руководит Большой химической лабораторией. Что в этой лаборатории производится, он постарается нам рассказать сам, для чего он это делает, какие там препараты используются, и самое главное, для чего это нужно людям. Что вы за последнее время изобрели? Какие эликсиры? Эликсир здоровья, эликсир добра, эликсир злости, эликсир скукачищи, эликсир плакарства. А для чего злости эликсир? Это же плохой эликсир. Для чего вы изобрели эликсир злости? Ну, добра понятно. А злости зачем? Это я просто не подумал. И изобрели не подумав, что ли? И куда вы его дели потом? Вылили в помойку? Во-первых, я выбросил эту банку уже очень в помойку. Ну, правильно сделали. Скажите, пожалуйста, а кто будет эти эликсиры пить? Эти эликсиры пить? Да, кто будет? Какие? В детских садах? В детских садах. А в школах будут пить? А в школах? Все. Все будут пить эти эликсиры? И все станут добрыми и хорошими? Так, скажите, пожалуйста, а какие интегренты входят в эти составы? Что вы туда добавляете? Листики, трава. А какие травы? Шиповник. Шиповник. Еще что? Листики. А листики каких деревьев? Вот эти, которые здесь. Ну, как они называются? Березы? Березы. Ольха березы, да? Ольха даже я беру. И еще это яблоки всякие, бананы, груши. Все туда вместе. Апельсины. Апельсины все? И смешиваю. И смешиваете. А добавляете? И потом получается жидкость, как мыло. И получается эликсир. А добавляете туда какую-нибудь воду или чего-нибудь, спирт? Ну, мы спирт туда добавляем еще воду и горячий чай и пиво. Горячий чай и пиво? Это что же за эликсир такой? С пивом? Разве можно горячий чай путать? Пиво же пропадет. Как? Ну, ладно, хорошо. У вас такой эликсир. Что же теперь делать? Значит, такой эликсир. Теперь скажите, пожалуйста, вот вы сейчас были в отпуске и приехали в Ростов в гости. Вы у кого были в гостях? У Иночки. А кто такая Иночка? Иночка, это моя прабабушка. Твоя прабабушка. Скажите, пожалуйста, а как вы к ней относитесь? Хорошо. Вы ее любите? Ага. Ну, как вы ее любите? Вот расскажите. Я не обнимаю, говорю, Иночка, я тебя люблю, целую на ночь. На ночь столько целуете. А днем не целуете? Целуем. Всегда. Всегда. А вы ее помните, вот вы уедете сейчас, будете ее вспоминать? Ага. Что же, я не поняла, что за ага? Ага, это значит да. А еще кто там жил, куда вот вы приехали? Какой-то ваш друг замечательный, я знаю. Как? Володя. Володя, это ваш друг? Угу. Расскажите, а к нему вы как относитесь? Тоже хорошо, просто отлично. Просто отлично? А что вам в нем нравится? Нравится, что он всякие самопиметы делает. Скажи, пожалуйста, а кто глобус вам исправил? Кто же он? Ага. Гений. Гений? Угу. Вы считаете, что Володя гений у нас? Да. Ну, это хорошо, что вы так считаете. Ну, все. Пам-парам-парам-парам-pам-pам. Пам-пам-пам-парам, парам-парам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, пара-ра-рам. В том, что я сегодня спорил с мамой, нет ни капельки моей вины. У меня в роду была упрямая бабушка с отцовской стороны. В том, что я затеял бой с Романом, тоже нет совсем моей вины. А у меня в роду был хулиганом прадед с материнской стороны. Взрослые, не злитесь понапрасну и не разбивайте нам сердца. Виноваты предки, это ясно. Сын не отвечает за отца. Сын не отвечает за отца.